Я пошел к духовному лидеру людей, многие из которых винят во многих бедах России в исторической ретроспективе евреев. И невозможно было от этого выйти. И все остальные наши лидеры игнорировали этот вопрос. А с антисемитизмом что-то надо делать. Антисемитизм замешан на двух факторах, как правило. Основных факторах. Уберем религиозный фрагмент. Это на обвинениях определенных, которых может быть много. Они могут быть как правдивые, так и абсолютно надуманные. И на определенных стереотипах, которые у людей есть, и они совершенно иррациональны. Я попытался убрать те обвинения, которые есть, и которые справедливые. Не отнекиваться, не говорить, что, например, мы не принимали участие в революции. Не говорить о том, что, например, Нафтали Фрэнкель не конструировал ГУЛАГ. Не говорить о том, что Генрих Ягода не был главой ОГПУ. Не говорить о том, что все мы были белые и пушистые. Нет. В чем мы виноваты? Мы должны покаяться. Покаяться перед теми, кто нас обвиняет и готов нам даже мстить. Надо вытащить занозу. Многим это не понравилось. Конечно, легче сидеть на диване и возмущаться. Я сделал неприятную, грязную работу. Но я ее сделал. Я снял эту крышку, пар, вышел. И очень многие люди даже, которые читают газету «Завтра», тысячи и тысячи людей поняли, что, наверное, не все так однозначно. Что, наверное, не все евреи плохие. Цитата Проханова. Мне кажется, еврейское вторжение в русскую революцию имело библейские корни. В русскую революцию ворвался сионистский поток. У этого потока была своя мистика, своя метафизика. Они не были атеистами. И вы в разговоре с ним говорите, возможно, они были сатанистами. Миша, это серьезно? Это серьезно. Во-первых, никакими сионистами они не были. Я с Александровичем тут не согласен. Они были выкрестами в большинстве своем. Что Юровский, расстрелявший царя, что многие-многие другие. Что убийца Столыпина, он был выкрестом. Они все были православными. Другое дело, что они не верили ни в черт, ни в дьявола. Они крестились для своих каких-то целей. Сатанистами, конечно. Атеист, убивающий, льющий кровь под эгидой революции, одержим дьяволом. Поэтому он де-факто сатанист. Он, конечно, не сатанист, член американской религии или европейской религии, или российской религии сатанистов, почитателей сатаны. Он сатанист по своим делам. Вот что я сказал. По сути. Вот и все. Не более того. Миша, при этом удалось ли вам убедить хоть какую-то часть, скажем так, российского общества, придерживающихся определенных взглядов, традиционных, назовем эти взгляды, убедить в том, что не евреи распяли Христа? Вы знаете, Христа распяли как палачи римляне. Обвинение к нам в том, что мы были стрелочником, который указал римлянам, что распять Христа надо. Это были евреи, но это были саддуки. Иосиф Каифа, первосвященник Иерусалимский, гроб которого с костями был не так несколько лет назад найден в Иерусалиме, он был саддукеем, то есть он был еретиком. Он не верил в основы Торы. Ни в воскрешение из мертвых, ни в наличие души, ни в приход Мессии и так далее. Саддукея не верили. Они контролировали тогда синодрион. Большинство синодриона были действительно саддукеи. Фарисеи некоторые тоже подсмеивались над Иисусом, но далеко не все.